Все свои! Во второе кругосветное путешествие у меня была идея проехать вокруг света за минимальное количество времени. Причем не просто так, ну, схалтурить за три дня, пролететь на самолете, а именно по всем критериям настоящего кругосветного путешествия. То есть это значит старт-финиш в одной точке, два раза пересечь экватор, пересечь все меридианы и проехать по земле или по воде не меньше окруженности тропика Козерога, то есть не меньше 37 тысяч километров. Ну, то есть экватор, по сути. Экватор 40 тысяч, ведь. Ну, примерно, да. Но именно берется не экватор, а окруженность Козерога, потому что, ну, как бы это минимальное, чтобы было именно кругосветное путешествие настоящего. А как все меридианы пересечь? Ну, как, стартуешь на, двигаешься на восток, возвращаешься с запада, вот ты их пересек. А, вот так. Важнее, экватор пересечь. Например, известное кругосветное путешествие вокруг света за 8 дней. Почему он за 8 дней ухитрился? Потому что это не было кругосветное путешествие по современным критериям. Он экватор не пересекал, по северному проехал. И сейчас, в принципе, вот многие тоже так же вокруг света проехал. Ну, проскочил. Так и на северном полюсе можно пройти вокруг полюса, вот тебе и вокруг свет. Все меридианы пересек. Вот, чтобы таких не было умников, как раз и есть критерии два раза пересечь экватор. А против умников, которые на самолетах летают, как раз третий критерий. По земле или по воде нужно проехать 37 тысяч километров. Иначе сел на самолет три раза, в смысле, пересел. Ну, вот Атлантический океан пересечь, это надо на чем тогда пересекать, если ты кругосветку делаешь? Ну, как, на самолете, конечно. То есть все-таки можно на самолете пересечь? Конечно, конечно, но это за счет не идет. То есть я на пароходе плавал. 37 тысяч километров, это чисто вот по земле и в воде. Или как сумасшедший Турхиер дал на плоту. На маленьком плоту. Тоже можно, да, можно и на плоту. У меня был в первой еще кругосветке, когда я не спешил, вот так как во второй, это я во второй за 108 дней ухитрился проехать, чтобы рекорд установить. А в первой я так ехал расслабленно в плане времени. У меня деньгами были проблемы, но со временем проблем не было. Поэтому я Атлантический океан пересек за три недели, плыл на банановоде с Эквадора в Санкт-Петербург. Как раз так по диагонали, через весь Атлантический океан. Это считается, что вы пересекли Эквадор? Да, конечно. Конечно. Ну, во-первых, Эквадор же, я же с Гуакелия стартовал, это еще в Южном полушарии, а это, соответственно, уже в Санкт-Петербург. То есть три недели идет судно, которое везет бананы? Да. Каким же их срывают? А их срывают именно специально зелеными, и важно, чтобы они не созрели в пути. Там есть специальный человек, задача которого мерить температуру бананов. То есть делается так, берется ящик, ну, в смысле коробка с бананами, достается из трюма, открывается, штырем протыкается банан, внутри мерится температура. После этого эту коробку нельзя вернуть назад, потому что если воздух попал уже, там уже они начинают зреть, и если начинает один банан зреть, то весь трюм с огромным количеством бананов зреет. И там была у них интересная история. Им вообще проверяют бананы, когда грузят на судно, но им кто-то ухитрился, подсунул грузовик бананов, которые уже начали зреть. И они отловили вот эти начавшие зреть бананы, и послали владельцу, капитан сообщил владельцу, говорит, вот что делать, говорит, выбрасывай за борт. Ну, а я так, как всегда, потешатся с видеокамерой, говорю, о, отлично, давайте, я так это, я все снимал, говорю, давайте тоже сниму, как вы бананы за борт выбрасываете. То есть есть нельзя только выкидывать? Их нет, ну, в принципе, как бы, их надо оттуда достать, потому что если начинает что-то там внутри зреть, оно гниет. Нет, начинает все зреть, и представляете, привезете вы зрелые бананы, и вы их не успеете продать. Поэтому вот, за борт выбрасывать, ну, они как брали, в смысле, вот, только бананы выбрасывали, коробки, эти мешки оставляли, выбрасывали только бананы. Я взялся снимать на камеру, мне говорят, нет, нет, это не снимай, потому что если нас поймают, мы попадем на бешеные штрафы. По закону вообще запрещено что-либо за борт выбрасывать. Я говорю, ну, это же как бы, это же органика, ну, рыбы съедят, то есть это же не то, что вы там мусор какой-то реальный, это же органика. Говорит, ну, это ты будешь потом в суде доказывать, органика это или нет. Есть правила жесткие. Ничего не выбрасывайте. Может, акула давится кожурой? Ну, может быть, да. Не переваривается она у них там. И, соответственно, пол грузовика поставили в кубрике для матросов. И, соответственно, ели все бананы, пока из ушей не полезет. Я после этого три года бананы просто видеть не мог. А нельзя было где-нибудь остановиться и выгрузить посреди Атлантического океана? Ну, какой-нибудь островок, Канарские острова там по дороге нет? Вообще ничего нет. Я не знаю, как с ума не сойдешь. Это совершенно плоскость такая. Единственное, что интересно, я тогда видел, раньше только слышал, это вот называют дыхание океана. Когда ветра нет, штиль полный, но идет такая волна, очень такая плавная, а судно большое, но так плавно-плавно с одного боку на другой переваливается. Хотя совершенно никакого штиля. А не страшно вообще посреди океана оказаться? О Титанике мыслей не было? Нет, ну как-то так там очень много. Или вы по южным выехали маршрутом? Нет, мы-то как раз по диагонали шли. Мы прошли через Панамский канал и по диагонали шли туда на Подоколе и потом втиснули сюда, в Балтийское море. Ну, у меня моряки много байк рассказывали, они мне объяснили главное, что в случае проблем, самое главное, как можно дольше держаться на судне. То есть вот эти все лодки, они там тоже проводили учением, я там, соответственно, тоже снимал, проводили учение, как пользоваться, спускать эти лодки. Они объяснили, что во время учений по спуску этих лодок погибло уже два десятка человек. Ну, во время учений. А во время реальных аварий еще никого эти лодки не спасли. Поэтому, говорят, что самое реальное, спастись только, пока ты держишься на судне, потому что тебя легко найти. А если ты на лодочке какой-то, ну, все, там, это действительно туром-фердалом станешь. Будешь месяц плавать, тебя никто там не поймает. А то есть держаться надо по максимуму на судне. Через Панамский канал, правда, несколько часов судно проходит? Сколько вы шли? Да, конечно, мы всю ночь шли, и там, значит, всем такая, там для блатных днем. Ну, то есть там какие-нибудь круизные, такие вот богатые. То есть, чтобы они видели и снимали. Да, да, ну, типа круто так вот они. А те, кто просто, ну, там, везут какой-то груз, они, конечно, по ночам тоже дешевле. И вот нас тоже ночью проводили через Панамский канал, там эти интересные такие, эти, как вот там, два с двух сторон тепловоза тянут. Потому что канал очень узкий. Реально, вот, не знаю, там, ну, чисто психологическое ощущение, что по пять сантиметров с двух сторон остается от судна. Ну, конечно, там по полметра, но все равно, ну, очень близко, прям так тесно, и судно практически нет. Вы что-то успели снять все-таки? Видели, как шлюз, как проходит через шлюз теплоход? Конечно, конечно, я все это снял. Ну, самое удивительное, что я вот три раза проехал вокруг света, а фильмы сделал только про второе и третье кругосветные путешествия. Про первую кругосветку фильмы так сделать не смог. И у меня в связи с этим появился сейчас новый проект. В следующем году будет 20 лет как раз старта моей первой кругосветки. У меня появилась идея вокруг света за 280 долларов 20 лет спустя взять еще, проехать еще раз по этому же маршруту, показать, как изменился мир, потому что реально мир сильно меняется. И как изменились люди, с которыми я тогда встречался 20 лет назад, что у них было в жизни, то есть сделать такой вот, может быть, таким образом я этот фильм сделаю. Сколько лет вам тогда было, 20 лет назад, когда вы отправились первой? Я уже взрослый был парень, мне 38 лет было. То есть я вот день рождения свой отпраздновал, и как раз отправился в кругосветное путешествие. А дети тогда у вас уже были дочери? Да, конечно, у меня дочери были. Соответственно, дочерям уже там лет 14-15 было. То есть уже взрослые? Да, уже достаточно взрослые. А родители тогда живы были? Да, в смысле отец у меня уже умер к тому моменту, мама была еще живая. А мама как отнеслась к тому, что сын вот так вот убегает на край света? Ну, я же не то, что с дивана слез и в кругосветное путешествие. Я путешествовать начал, сколько себя помню, вернее даже себя начал сознавать уже в процессе путешествий. Но мама нормально реагировала? Да, конечно, нормально реагировала, потому что я уже достаточно был к тому моменту. Нет, там была проблема какая. Я еще уже к 99-му году меня очень часто тоже показывали, там на радио приглашали, на телевидении, и все время представляли, как известный путешественник. А я уже думал, что-то я как-то маловато вообще реально путешествовал. Поэтому я отправился в кругосветное путешествие, чтобы как бы подтвердить, что я на самом деле путешественник. То есть к тому моменту уже было много стран? Ну, достаточно было много, да. Я в Штатах был, по Европе поездил. Но что интересно, что во всем вот этом, весь этот маршрут моего первого кругосветного путешествия проходил по странам, в которых я не был ни разу. И, соответственно, я все для себя открывал. Первый раз в тропики попал, очень много тоже открытий делал, что там съедобно, что не съедобно, как там от крокодилов прятаться. Была вот история, кстати, с крокодилами. Мы в Лаосе, ну, так остановились на берегу реки, поставили палатку, костер развели, туман какой-то образовался, перепад температуры. И по противоположному берегу не видно. Река не очень широкая, противоположному берегу не видно. Слышим, плюх, крокодил в воду, там в этом смысле, там, ну, смотрел же фильмы, знаешь звук, как крокодил в воду опускает. Раз крокодил в воду, думаю, интересно. Через некоторое время, раз еще один крокодил, думаю, ну, так они нас, это, съедят, наверное. Что делать? Ну, мы забрались в палатку, думаем, ладно, может на палатку не нападут. С утра просыпаемся, уже видно противоположный берег, а там оказалось, сросло такое дерево, а с него большие плоды падали периодически. Ну, звук, ну, реально, как вот в фильмах про крокодилов. То есть это более не крокодилы. Ну, да, то есть более не настоящие крокодилы. Тогда в первое кругосветное путешествие вы отправились, взяв с собой 280 долларов. Сейчас 280 долларов, это больше или меньше, чем тогда сумма? Ну, я тогда взял 300 долларов, но на самом деле сейчас я, можно сказать, даже еще, может, и меньше денег трачу, потому что я сейчас новый для себя вид путешествий открыл пешие походы, беру рюкзак и отправляюсь пешком. То есть у меня с собой печка, готовлю на костре, вернее, даже вот на печке такой дровяной, сплю в палатке, дышу свежим воздухом, и поэтому для меня сейчас... То есть только на еду деньги? Ну, практически, да. Практически. Но пешком-то ведь много не пройдешь каждый день. Ну, как много не пройдешь? Ну, 20, 30, 40 километров вполне реально пройти. Ну, я понимаю, что для нормального человека современного это же, конечно, нереально. И вот у нас сейчас... Вот я вернулся в Иордании неделю назад, мы там были втроем, а со мной был парень, который... Олег Семичев, который ходил со мной в третью кругосветку, уже проверенный человек, и взяли девушку из новичков, как раз она русская, из Германии. И она довольно быстро сломалась. Ну, с нашей точки зрения, ну, ничего запредельного не было. Ну, ходили-ходили. Ну, подумаешь, там как-то вот у нас случайно мы не рассчитали, у нас получился один день, что не было ни еды, ни воды. Ну, просто такой вот... Получился... Выдали сутки сухого голодания. Экстремально. Нет, ну, я-то не считаю здесь что-то такого особенно экстремального. Ну, подумаешь, ну, не поели. Ну, что в предыдущей жизни достаточно много ел, можно один день не поесть. Вот. А она как-то восприняла это очень жестко. И нам потом следующий этап был. Нужно было еще немножко вверх в гору подняться. И там, по моей гипотезе, должен быть источник. То есть был шанс, что нам встретим воду. Но надо было вверх идти. Она говорит, нет, я вверх уже не пойду, что вот я ни за что вверх не пойду. Ладно, ну, что делать? Чтобы человек так не погиб там, а то откажется идти, придется ее нести. Значит, тогда, значит, Олег взял ее рюкзак и, я говорю, пошли вниз тогда. Выйдем просто, ну, в смысле, вот так, напрямик просто к людям выйдем, сойдем с тропы. Мы вышли к людям, там еще попали такое интересное место, помидорная такая ферма. Значит, этот самый, ну, как там, бедуин так обрадовался. Нас давай кормить, там, поить. Короче, мы взяли, проехали автостопом до Петра, отвезли его в Петру. Сами, опять же, автостопом вернулись назад, к этой же точке вышли и в два дня потом шли к Петре. Самое интересное, что действительно оказался родник действующий, этот вот, который на карте обозначен. И там не просто питьевая вода была, там вообще такая реальная речка, в которой даже можно было поплавать. А молодиться. А молодиться, это точно, да. А легенды всякие, ведь наверняка есть, вот, связанные с такими местами. Родники, разные источники и так далее. Да тут даже легенд не надо, просто по реальности. Когда вот так вот походишь, ну, реально чувствуешь себя моложе. А вкусная вода вообще в этих местах? Да, конечно. Конечно, замечательная вода. Единственное, что я, в смысле, как профессиональный путешественник, сам этого никогда не делаю, никому не рекомендую из непроверенных источников свою воду пить ни в коем случае. То есть обязательно надо кипятить. Валерий, а вы идете, как вы говорите, с палаткой, с рюкзаком, а где технику заряжать? Ведь вы же идете с камеры, вы все снимаете. Телефон, где заряжать? Обязательно. Ну, во-первых, периодически все, я же все-таки по тропам хожу, по туристическим. Это мне нравится больше, чем ходить просто по диким местам. То есть там, ну, мы попали случайно, да, сутки там не ели, не пили. Но из-за чего? Из-за того, что где-то раз в день обычно попадаешь в какое-то цивилизованное место. И там быстренько заряжаешь сразу и пауэрбанк, и ноутбук, и потом я ноутбук использую как пауэрбанк. Поэтому, в принципе, на 2-3 дня зарядки хватает, и, естественно, все снимаю. То есть у людей просто вы просите в доме зарядить? Да нет, ну, во-первых, значит так, если есть там кафе, заходишь в какое-нибудь кафе. Если есть чайный, заходишь в чайный. Если как бы у людей, то заходишь к людям. И причем даже... А есть места, где электрификация еще не добралась? Или где отказали? Да нет. Нет, вот такого, чтобы отказали, нету. А электрификация, чтобы не добралась, такое, конечно, иногда есть. Хотя, на самом деле, сейчас уже значительно меньше таких мест. Вот. А для того, чтобы зайти к людям, ну, не надо заходить к людям. Надо просто слабее отказываться. Потому что, когда идешь, в Иорданию сейчас ходили, ну, просто нельзя пройти мимо местного человека, чтобы он тебя не зазвал к себе чаю попить. То есть это просто совершенно невозможно. И неоднократно заходили к бедуинам, они нас чаем поили. Причем такой бедуинский чай, он довольно своеобразный. Мне отказываться неудобно, конечно, все-таки люди от всей души, но они очень своеобразный чай делают. То есть они берут такой чайник заварной, железный, кипятят в нем воду, потом туда засыпают заварки и реально, вот, без обмана, пол чайника сахара. То есть это, кока-кола просто отдыхает по сравнению с таким количеством сахара. Зачем столько сахара им? Ну, культура. Так привыкли культура. А у кока-колы зачем кладутся? Так же вот. Чтоб сладенько было. Да, чтоб сладко было. Короче, куча сахара и потом опять ставят это на огонь. И там очень интересные технологии. То есть он карамелизируется, получается? Нет, они как-то вот специальные технологии тоже надо с умом делать. То есть они ставят на огонь, но вот в момент, когда вот уже начнет уже кипеть, они все-таки это все снимают. То есть они все-таки его не варят, а просто опять подогревают. Ну, такая вот технология, похожа на турецкую, но тоже оригинальная. Вот такой вот иорданский чай. Зато от всей души. А, кстати, есть ведь солнечные батареи портативные, которые можно там на рюкзак прикрепить, они тебе будут и телефон заряжать и все такое. Отлично, да. Я вот в этом году тоже начал и солнечную батарею использовать, но какая-то еще не очень удачная. Надо получше солнечную батарею, а так, в принципе, я вот с этим тоже согласен. Давно уже пора переходить на солнечные батареи для большей автономности. Да, тем более вы по солнечным. Кстати, вот по каким местам вы ходите? Все-таки по теплым или по снежным, там по холодным, по сугробам, по горам и так далее? Тоже вы ходите? Я вот недавно выступал с рассказом про пять лучших туристических троп. Я прошел уже больше 7 тысяч километров в сумме по тропам, больше 30 троп и решил выбрать пять самых интересных рассказать. Выбор просто так, действительно, для себя. Вот с моей точки зрения пять интересных троп рассказал и мне в комментариях один из зрителей говорит, послушайте, а что это у вас получается все тропы по Средиземному морю и Ближнему Востоку? И я после этого подумал, что действительно это самый лучший регион для хождения по туристическим тропам, потому что сразу несколько преимуществ. Во-первых, места исторические. То есть вот ты идешь когда по Средиземному морю и Ближнему Востоку, то все время там или Александр Македонский здесь проходил, или греки древние, или римляне, или Ильюд Цезарь, или древние еврейские пророки, Иисус Христов. Короче, вот, причем такие, как исторические персонажи, которые близки. Которых мы изучали в школе. Да, потому что идешь когда по Камбодже, ну там Джей Варман седьмой, он, конечно, великий был человек. Но нам ни о чем не говорит. Ну и седьмой или восьмой, как бы совершенно не важно. Какая разница? Никакой разницы. А тут же чувствуешь, вот он, Александр Македонский прямо вот здесь вот проходил. Первая причина. Вторая причина, что, значит, там самый отличный климат. Самый лучший климат, всегда тепло, но не жарко, и в то же время сухо, если правильный сезон выбрать. Поэтому весна и осень, это вот Средиземное море, то, что доктор прописал. То есть вот этот весь... То есть вот март, апрель, май, и потом, соответственно, осенью, сентябрь, октябрь. Замечательное время. Ну и, наверное, еще одна причина. Там все растет, можно рвать на ходу. Есть бесплатно? Да. Больше того, там люди очень гостеприимные. То есть вот во всем этом регионе очень гостеприимные люди. И что взять Турцию, что Сирия до войны, что вот сейчас мы в Иордании были. Ну, очень гостеприимные люди, поэтому... Они же по-русски не понимают, как они с вами общались. Да, по-русски не понимают. Ну, на самом деле... И вы по-иордански не понимаете и так далее. Ну, на самом деле, с людьми самые главные эмоции. И вот вы хорошо сказали, по-русски не понимают. Я обычно так, с местными людьми, когда знакомлюсь, я начинаю вперед выяснить, говорят ли они по-английски. Если выясняют, что они по-английски не говорят, я сразу перехожу на русский. Начинаю с ними говорить по-русски. Потому что, ну, эмоции. Что бы там ни говорил человек, все равно эмоции понятны. Что, кто, откуда, куда идешь, откуда пришел. Жена, дети, тем, где работаешь. Ну, такие вещи можно... И жестами они все это понимают? Конечно, конечно. Конечно. Можно с любым человеком. Вот мы сейчас в Иордане общались. Замечательно. Просто замечательно. Пообщаться, все рассказать. А как вы пишете интервью с человеком, если вы друг друга не понимаете? Ну, я с человеком интервью не пишу, конечно, тогда. Но если что-нибудь там скажет... Честно говоря, в моих фильмах, да, только те, кто по-английски говорит, только тех перевожу как интервью. Вы очень хорошо говорите по-английски. Ну, по-английски свободно, конечно. Ну, во-первых, два высших образования, два факультета МГУ, а потом я в сумме в англоязычных, чисто в англоязычных странах уже несколько лет провел. То есть я был и в США, и в Великобритании, и в Австралии. В Австралии, и в Новой Зеландии погоду провел, поэтому, ну, как-то совершенно свободно. А там же ведь разные английские языки. Соединенный Штат, Великобритания и Австралия. Разные, да. То есть я первый раз попал, ну, первая за границей была в США, я даже как-то подцепил американский акцент немножко. Потом я от него избавился, и сейчас, наоборот, мне американский акцент как-то очень не близок, вот когда я с человеком говорю, что больше нравится британский. А самый хороший английский язык, на самом деле, в Новой Зеландии. И многие едут в Новой Зеландию учиться английскому языку, и 90% дикторов на BBC набирают именно с Новой Зеландии, потому что там настоящий английский. Все остальные как-то с акцентами, а новозеландский, ну, это как будто вот английский без акцента. Вообще даже британского нет, даже оксфордского акцента нет. Просто чистый вот английский язык, как он должен быть. Новой Зеландии. А как дешево улететь в Австралию и Новую Зеландию? Ведь билет 60 тысяч в Австралию стоит из Москвы. Нет, ну, тут есть принцип очень простой. Время и деньги. Если у тебя мало времени, то покупай за 60 тысяч и лети. А если у тебя мало времени, значит, на хорошей работе работаешь. На хорошей работе, значит, зарабатываешь, купил и полетел. Если у тебя времени больше, денег меньше, тогда ищешь варианты разнообразные. Например, там Аэразия сейчас уже летает из Юго-Восточной Азии. То есть до Юго-Восточной Азии долететь тоже можно дешево. Ну, вот, например, сейчас что далеко ходить? В Орданию сейчас. Нужно было лететь в Орданию. Посмотрели. Прямой перелет 12 тысяч. Но за 2 тысячи можно долететь до Кипра, потому что летают там малобюджетные компании. А с Кипра в Орданию за 10 евро. То есть за 3 тысячи рублей можно долететь до Ордании. До Ордании. До Ордании. А ведь люди не знают этого. Ну, как? Это как в любом деле. Это, не знаю, для любой профессионалов. Всегда есть профессиональные навыки. Я, естественно, как профессиональный путешественник, я очень четко ориентируюсь, где что. И когда я планирую свои путешествия, в первую очередь, самое главное для меня, это чтобы это был правильный сезон. То есть правильное место в правильное время. Например, сейчас я ходил пешком по Кипру и по Ордании. Вот правильный сезон. То есть мы с Ордани только вернулись и сразу там погода испортилась. Ну, не потому что нас ждали, а потому что я рассчитал, что это правильное время, когда можно туда ходить. Первый сезон. А второй, это чтобы была как-то логистика простроена, чтобы туда можно было по-человечески попасть. Если страна какая-то такая, ну, как Пакистан, какая-то кривая, то надо пять раз подумать, зачем тебе связываться с кривой страной. И у меня подход сейчас такой, не по странным, а как бы по идее. Вот есть какая-то идея, например, походы. Смотрю, где интересные тропы. А потом уже тогда страну подбираю под это. Насчет Пакистана. Вы не поехали в Пакистан? Ну, с Пакистана была замечательная история. Просто я ехал как раз, у меня назывался, такой был проект в 2006 году, назывался «Азиатская кругосветка». Я хотел по-простому просто по земле доехать из Египта в Японию. Ну, так, по земле проехать через Азию. И мы с двоим другом поехали из Египта. Иордания, Сирия, Ливан, Кипр, Турция, Нахичевань. И в Нахичевань он сломался, вернулся домой на самолете. Я думаю, поеду дальше. Заехал в Иран, а у меня уже индийская виза была. Нужно было получить транзитную визу Пакистана. А ее в пакистанском посольстве дают только при... В смысле, нужна бумажка с российского посольства. Я прихожу в российское посольство, консул, говорю, мне вот нужна такая бумага, рекомендательное письмо для пакистанского посольства. Они говорят, мы рекомендательных письм не даем. Я говорю, ну вы еще не знаете, с кем вы имеете дело. Я начал его грузить. Какой я путешественник. Консул послушал, говорит, да, ну ладно, согласен. Такой человек надо дать рекомендательное письмо. Дает у меня рекомендательное письмо. И я уже выхожу из кабинета, вот уже выхожу из кабинета, собираюсь идти в консульство, подавать на визу. Он говорит, послушай, а тебе, наверное, не туда надо, а вот там, говорит, у них по другому адресу сейчас. Типа, тебе надо в другое место. Говорит, да, ну ладно. Короче, я поехал в другое место, как он мне посоветовал. Он приехал, выяснилось, что нет, надо все-таки туда, куда я собирался. Приезжает туда, куда я собирался, говорю, мне нужна транзитная виза. Я говорю, да, без проблем, значит, приходи послезавтра, мы тебе сделаем. Говорю, как послезавтра? Он говорит, да, мы пять минут назад закрыли, вот уже не принимаем. А у меня была транзитная виза Ирана. То есть она у меня заканчивалась уже визой. И я, как путешественник, я всегда как-то внимательно прислушиваюсь к знакам. Думаю, что-то, наверное, не случайно. Не зовет Пакистан. Вот что-то не случайно. Ну, вот если бы он меня не остановил, думаю, значит, не судьба. Короче, я развернулся, проехал по Ирану, потом вернулся в Москву, через две недели улетел в Индию самолетом. То есть у меня как бы дырка с Пакистаном образовалась. И вообще в путешествиях вот это вот очень важно, как бы чувство, что можно, что нельзя. И у меня есть даже такое вот, когда я хожу где-то, вот путешествую, для меня очень важно, где остановиться на ночь. Я, в принципе, не могу вот просто взять, вот где попал, и лечь спать. Потому что у меня есть такое представление, что место бывает фэншуйное, бывает нефэншуйное. Может быть, это не имеет прямого отношения к великому искусству фэншуй, но я так определяю, вот правильное место или неправильное. То есть чувствуете, здесь не надо спать. Да, я вот чувствую, как кошка такая. Я вот чувствую, вот не это место неподходящее. И вот ни за что вы меня не уговорите, что вот на этом месте можно спать. Меня единственный вопрос мучает. Вот что происходит с людьми, которые спят на нефэншуйном месте? Потому что я-то не могу спать на нефэншуйном месте. Мне просто интересно. Почему? Но вот есть такое ощущение из-за того, что... Ну, вы представляете, в каком количестве самых разнообразных, необычных мест мне приходилось ночевать. Поэтому у меня есть как-то в этом отношении очень-очень большой опыт. Как нормальный человек. Представьте, я встретил одну женщину, помню, в Англии 86 лет. Она все ночи провела в одной постели. То есть на одной кровати. Все 86 лет. Вообще никуда не уезжала. Понятно, что ее не надо спрашивать, в каком месте удобнее спать. Но я, не знаю, 20 тысяч мест разнообразных перепробовал, и я очень четко понимаю, можно спать в этом месте или нельзя. Ну, а как же, я не знаю, у вас же иногда врасплох застигает ночь. Нет? Никогда не застигает? Нет. Если ночь застигла, а место не фэншуйное, то я все равно иду дальше. Я иду уже ночью до нормального места. Когда со мной попадаются иногда попутчики, которые говорят, что все, я уже не могу, у меня сил нету, все, я вот, типа, как буду здесь спать. Я говорю, здесь спать нельзя. Беру второй рюкзак и иду с двумя рюкзаками. Ну, в принципе, это вот, как бы, я это не могу себе представить. То есть, ну, не знаю, это для меня как, ну, может быть, грубо звучит, как святотация. То есть спать не на том месте, но это, как бы, представьте, да, религиозного человека сказать, знаете, да, давай там на иконы, там, типа, этот самый телевизор повесим. Ну, как бы, ну, найди другое место. То есть это и я... И сколько часов, получается, вы спали вот в таких путешествиях? А вот в путешествиях на самом деле спишь больше, потому что идешь, 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 стемнело. Ну, вот осенью, когда ходишь, не короткие. Ну, и ноги тоже ведь нежелезные, правильно? Легкие, нежелезные. Не знаю, для меня ходить, как для нормального человека дышать. Спина. С рюкзаком вы идете столько часов. Я вот, ну, вот вас спросите, а вам не тяжело, что дышите? Тяжело. Ну, вам хорошо тяжело. Но нормальный человек дышит и дышит. Мы из другого поколения. Мы из поколения больных. Рюкзак сразу начинает болеть, когда рюкзак тащишь. Начинает болеть поясница. Нет, я с рюкзаком могу ходить, там, не знаю, в принципе, я... Вы железный человек, вы терминатор, Валерий. Да, да, я останавливаюсь только потому, что уже, ну, как-то вот просто стемнело. Валерий, мы утром проснулись, и мы уже чувствуем, что все, мы уже устали. Уже устали, глаза открыли с утра, все, уже сил нет. Все, а надо, значит, ходить в пешие походы. Поэтому я всех, говорю, как раз и приглашаю со мной в пешие походы. Единственное, действительно, столкнулся с проблемой, что как-то вот народ сейчас уже стал неспособен ходить на длительные расстояния. И даже как-то вот я смотрю, я уже сейчас уже тоже взрослый человек, вот смотрю, со мной молодые люди идут, в два раза моложе, так вроде спортивные, и все время где-то сзади плетутся, а потом их, значит, нужно как-то на себе тащить. Думаю, ну, как-то вот странно. Вроде ничего особенного великого не делают. То есть идешь да идешь. Ну, что-то такого. Ходить, на мой взгляд, так же естественно, как, не знаю, дышать. Ну, так же некоторые велосипедисты думают, вот сейчас я возьму друзей с собой на велосипеде покататься, она уже уметелила туда в три километра вперед, а ты плетешься там язык на плечо. Она говорит, мы же ничего такого нет, мы же всего лишь едем на велосипеде. Да, да. Вот так же, вы-то натренированы, а мы нет. Да, да. Поэтому мы будем плестись. То есть люди сколько в среднем? Десять километров уже устают? Ну, на самом деле, люди, конечно, разные бывают, и здесь очень важно, как выясняется, это даже не физическая сила, а вот моральная, вот сила духа. У меня, помню, был случай такой в Черногории, там я с собой брал несколько попутчиков, причем женщины все попались. Вот. И, в частности, значит, была женщина, которой было 70 лет, и была женщина, которой было 28 лет. Ну, так вот. И мы попали в один перегон, был такой сложный. Ну, я же вам уже сказал, что не в феншуйном месте я не остановлюсь в принципе. И вот мы идем-идем, феншуйного места нет. Идем-идем-идем-идем-идем. Короче, люди начинают уже ругаться постепенно так. И женщина 70-летняя уже просто идет и ругается громко, что вот, мол, что такое. А та, которая 28 лет, она вроде не ругается, но тоже чувствуется уже недовольна. В общем, мы пришли все-таки в феншуйное место, переночевали. С утра та, которая помоложе, говорит, нет, я дальше с вами не пойду. А там недалеко, как раз тропа, и вот, можно выйти к курорту на берегу Которской бухты. Она пошла в курортный город, чтобы с туристами отдыхать, с нормальными. А которая 70-летняя сказала, да нет, бывает проблема, но я пойду дальше. То есть важна именно сила духа, а не физическая сила. И не возраст. И не возраст. Сейчас прервемся на маленькую паузу, нам тоже это важно, а потом вернемся в студию. Валерий Шанин у нас в путешествии. Путешественник Валерий Шанин в студии. А вы пешком пришли к нам сегодня? Да. Нет, нет, зачем? Почему? От метро только. От метро пешком, конечно. Ну, это для вас семечки вообще, да, дойти? Ну, если честно, я люблю пешком ходить, и у меня принцип простой, что если, скажем, до метро там до часа пешком идти, то, конечно, предпочитаю ходить пешком. Или, скажем, если вот я... То есть это где-то 9-10 километров? Ну, нет, ну, как-то чувствуется, что пешком не ходите. Какие 10 километров за час? Нормальная скорость пешехода 5 километров в час. А, 10 это на велосипеде, господи. Я велосипедными мерками считаю. Вот, велосипедный мерк. Нет, конечно, 5 километров это нормально пройти. И сколько вы в день ходите? Ну... По Москве. Пока вы здесь. Ну, я по Москве обычно как? У меня два периода таких жестких, разделенные. То есть во время путешествий у меня принцип такой. Каждое ночное место, я непрерывно двигаюсь 7 дней в неделю. Когда я в промежутке, как сейчас, это я, конечно, с утра до вечера тоже 7 дней в неделю занимаюсь тем, что обрабатываю материал, который я снимал. Фильмы делаю, поэтому... То есть это единственное время, когда вас можно усадить? Единственное время... Нет, усадить мне не удается, даже когда я делаю фильмы, потому что я не... Вот, к сожалению, нельзя делать фильмы на ходу за компьютером. Поэтому я делаю такой промежуточный вариант, я стоя. У меня компьютер, я за компьютером стою и фильмы монтирую стоя. Так что, в принципе, не люблю сидеть. Школа вот таких вот пешеходных путешественников, вы людей обучаете, как правильно ходить, как правильно не уставать во время таких длительных походов? Или как это все? Нет, у меня идея школы путешествий появилась с чего? Что я как-то в одном месте прочитал, что есть такая профессия, профессиональный путешественник, и там в качестве примера приводили. Вот есть вот несколько профессиональных путешественников, там Турхи Ордал, Финкевич, там Конюхов, Шанин. Я думаю, ну, меня, значит, зачислили профессиональные путешественники, и я решил, что, ну, если я профессиональный путешественник, должен я тогда делиться своим опытом и учить людей, как путешествовать. Вначале я думал, что я буду лично сам учить у людей путешествовать, а потом понял, что я знаю много людей, которые в каких-то областях, вполне для меня тоже авторитеты, которые в каких-то областях разбираются лучше, чем я. Поэтому школа путешествий Валерий Шанина это сейчас такой вот клуб, где не только я, но и другие учат, как путешествовать. Валерий, а сколько стран сейчас в вашем арсенале путешественника? Ну, самое смешное, что 101 страна всего, и это уже несколько лет назад. Я вообще сейчас к странам как-то вот не коллекционирую страны. То есть для меня, сейчас я коллекционирую туристические тропы, поэтому бывает, что повозвращаюсь в одну и ту же страну по 2-3 раза. Например, в Швейцарии я вперед прошел по второй тропе, потом по третьей тропе, потом по тропе Франков, то есть я 3 раза уже по Швейцарии ходил. В Турции так я вообще там по 9 разным тропам ходил. Поэтому для меня просто уже нету интереса вот так набирать количество стран, чтобы отметить, галочку поставить. А скажите, количество стран не важно, а в скольких странах вы жили по месяцу и больше? Может быть, год? Ну, из тех стран, в которых я очень много времени провел, это, конечно, Австралия, Новозеландия там погоду провел. Очень много времени я провел в Турции, но не как бы не постоянно, а вот так заездами по месяцу, бывало и по 2 месяца. Причем не сидел, а путешествовал в Турцию и все объездил. Но, в принципе, я достаточно хорошо объездил и Шри-Ланку, и страны Ближнего Востока. Сейчас в Иордании был уже очередной раз. Поэтому очень много стран уже, которые для меня уже, ну, как-то, например, сейчас вот Петра возьмем, очень много мест, в которых я уже был. Например, Петра, и сейчас я шел пешком от этого национального парка Дана до Петры, пришел в Петру, а в саму Петру заходить уже не стал, потому что я там 2 раза был, и как-то уже третий раз уже неинтересно. Зашел за ту малую Петру, в которой раньше не был. То есть образовалось достаточно много мест, в которых я уже неоднократно был, и в которые, ну, как-то уже неинтересно возвращаться. А страны, где очень дорого, где не получится дешево, или вас это не интересует? Вот переночевать, есть и так далее. А такого нет. На самом деле... А говорят, Швейцария дорогая страна. Вы это не почувствовали? Да я не знаю. Значит, ну, я вот сейчас шел по Швейцарии, там действительно 50 долларов я за 7 дней потратил. Ну, как бы барствовал просто. А в принципе можно и подешевле. Дело в том, что есть такой интересный парадокс. А если ты попадаешь в, скажем, условно, дешевую страну, попал в дешевую страну, приходишь, говорит, сколько автобус стоит? 5 долларов. Ну, это недорого. Ладно, проехал. Потом приехал, говорит, сколько гостиницы стоит? 5 долларов. Ну, вроде недорого, переночевал. Сколько еда стоит? 5 долларов. Ну, поел. 15 долларов заплатил. Приезжаешь в Швейцарию, говоришь, сколько стоит автобус там? 100 долларов. Говоришь, не, поехал автостопом. Похожешь, говорит, гостиница, сколько стоит? 100 долларов. Не, переночевал так. В смысле, под открытым небом. Потом, значит, еда, сколько стоит? Ну, не, столько не надо. Там, в результате получается, что ты в Швейцарии тратишь меньше денег, чем в каком-то бедной стране. Ну, это вы просто еще опытный человек. А вот просто приедет человек и ночевать негде. И что делать? И все сразу в страх, паника и так далее. Он палатку не взял, как вы. Под открытым небом. Нет. Ну, и не везде в палатке-то переночуешь. Там медведи, здесь холодно и так далее. Там змеи. Нет, ну, принцип очень простой. На самом деле, здесь же как? Если человек специально ищет себе приключения, и он говорит, да, я вот как-то вот не поеду, потому что у меня денег нет, я вот еще хочу в Швейцарию, значит, так у меня на Швейцарии денег нет. Ну, и посреди города не поставишь же палатку. Да почему? Сразу же дурдом заберут. Нет, ну, посреди города, конечно, не надо. Вообще, я столкнулся с тем, что когда люди сталкиваются с проблемой переночевать где-то в городе, то они в первую очередь вспоминают о самых бестолковых вариантах. Это вокзалы и городские парки. Вот хуже вариантов нет. На самом деле, огромное количество вариантов существует. И в частности... Подъезды еще бывают. Нет, ну, это вот совершенно неправильно. Самый главный вариант... Там засекут, там же арестуют просто. Нет, это все бомжи-варианты. Это неправильный вариант. Бомжи-вариант. Это бомжи-вариант, да. Нормальный вариант, вариант путешественника. Это ты как бы делишься с людьми. То есть задача какая? Убедить людей, чтобы тебя пригласили к себе в гости. Самая большая проблема, что если, вот, я могу сказать, вот, проводите эксперимент, зайдите в какой-нибудь подъезд московский и пройдите по всем квартирам, просто учите дверь, говорите, что путешественник, надо переночевать одну ночь. Никто не пустит. Уверен, что найдете человека, который пустит. Да? Я даже не открою. В Москве, да. Я даже не открою дверь. И я не открою. Да, ну вот в этом-то и проблема. Поэтому это просто не очень... Это вариант действующий, но не эффективный. Потому что либо скажет этот путешественник, либо начнет призывать к секте какой-нибудь, либо сворует. А то и убьет. А то и убьет. Вот, вот видите, вы уже поняли, что это не очень рабочий вариант. То есть он может, но не достаточно эффективный. Нет, в деревне, если бабушке постучать в избушку, еще может сработать. Нет, смотрите, он недостаточно эффективный. Правильные проблемы, говорите. Когда вот вы сидите, и вам человек стучит в дверь, конечно, первая реакция такая, что типа кто это такой, значит, что это на меня. Лично на меня человек что-то претендует, и как-то негативная реакция, ее надо перерабатывать. Теоретически можно, но сложно. Поэтому задача... Вот у Тани, нашего звукорежиссера, спросим. Вы бы пустили, вот если вам вечером пришел путешественник с рюкзаком, пустили бы домой переночевать? Таня сомневается. Нет, поэтому задача познакомиться с людьми как в нейтральном таком месте. Очень хорошее какое-то... А, и чтобы он потом позвал к себе домой. Конечно, когда уже... А где? Ну на детской площадке, что ли, с мамочками или как? Да в любом месте. Вот в дворе ведь мужчин-то вообще нет, одни женщины с детьми. Да нет, совершенно в любом... Или бабушки. А почему обязательно к мужчинам? Да нет, совершенно в любом месте можно познакомиться. Начинаешь говорить, здравствуйте, у путешественника оттуда путешествует туда, с человеком разговорился, человек приглашает себя домой. Скажем, удобно брать места, где люди и так собираются. Ну не знаю, там концерт какой-нибудь, там вот смотрите, там какие-нибудь... Или играют во что-то, в игры какие-то. Или играют во что-то в игры там на площадке. Или в церкви люди приходят, или там, не знаю, мечеть, в синагогу, неважно. Где люди, в принципе, уже так собрались, приходишь, говоришь, здравствуйте, я вот такой путешественник, там слово за слово, и кто-то сам приглашает. Это совершенно другая реакция. Вот, например, с доминошниками, да, вот они во дворе там сидят. Вот очень хороший понятник. А он приведет вас домой, а жена скажет, опять алкаша какой-то привел. Нет, ну риск такой бывает, у меня такое иногда было. Ну как бы... То есть мужчина приглашал, а женщина сказала, нет, идите отсюда. Да, было такое, значит, ну нет, так нет, спасибо, значит... Поищем еще. А если женщина домой приведет вообще путеше... Мужика, да. Я путешественника тут привела, пусть переначивает у вас. Даже с ней потом мужу, что я путешественника. Нет, это тоже нормально. Пошлет в путешествие эротическое. Нет, у меня в Австралии был такой случай. Тоже женщина пригласил к себе домой. Нет, ну у него как муж, там, зимние и дети. Нет, пригласил к себе домой. Вы книгу когда напишите? Мы с удавством купим. Ой, да я уже кучу книг написал. Кстати, недавно вышла моя новая книга, которая называется... Про австралийскую жену. Которая называется «Путешествие для всех». История у нее, предыстория у нее интересная. Еще 10 лет назад вышла книга «Вокруг света. Как путешествовать». И книга-то очень интересная. Ее очень многие разворовали, себе повесили на сайты. Но за 10 лет, во-первых, жизнь изменилась. А во-вторых, я, конечно, стал уже, не знаю, в 20 раз опытнее, чем был 10 лет назад. Но и истории поприбавилось. И истории прибавилось. Поэтому я решил, что не новое издание сделать, а прям радикально переработать. И книга, называется «Путешествие для всех». У нас, к сожалению, заканчивается. Все, ждем новую книгу. Чем там закончилась история с австралийской женой, узнаем наконец-то. А у нас был в гостях сегодня Валерий Шанин, путешественник, который совершил три кругосветных путешествия. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.